А что извращенного, такого искаженного сказала тебе, что я пью? Ничего. Я сказала, что... Ты спросила, ты пришел? Я сказала, пока что я пришел, но потом меня не будет. Что случилось, Саша? И ты сказала, ты опять напился, мерзкий урод. Да, Саша, я наоборот говорю, молодец, хорошо, что пришел, иди уже, иди. Все, ты есть хочешь, нет? Я когда с крыши, я пойду с высоты. Я есть не хочу, я вообще ангел, дух. Ну, ты откуда идешь? От Сергея? Да, и у меня нет ни копейки, ни денег, ничего, интересно. Может, кстати, хорошая идея, может мне пойти алкашей найти и попросить у них выпить. Если у меня забрала три деньги, и этот чел, Володя, забрался деньги. Отец ни копейки не дает, бабушка не дает. Никто не дает, никого нету, никто меня не любит. Все тебя любят. Мои картины лежат, никому не нужные, пылятся просто. Ну ты убери их в сколу, потому что кошка здесь входит, она может наступить. Ты убери их в сколу. Ты их переложи чем-нибудь и убери в стороннюю. Я могла бы сама сделать, но ты же не хочешь. Лучше, чтобы я сам себя убрал с этого мира. Саша, ну опять проблема какая-то у тебя, что ли? Расскажи, что за проблема. Что-то с Москвой связано, нет? Москва? Ну... Ну с Москвой связано что-то или нет? Или это просто... Я просто не могу... Такой диалог, он как бы, знаешь, как... Почему тут Москва вообще? Ну, ну тебе... С другой стороны, философский вопрос, конечно, глобально, геополитически, Москва влияет на окружающий мир. Нет, ну ты... Тебе... И она серьезно повлияла тем, что я живу в нищете, а в Москве, в центре, ну там есть специальные районы, люди живут очень богато. Так богато, как никогда нигде. Это да. Но я не понимаю, зачем ты разводишь вот это вот... Нет, я просто... То, что в Москве, Москва, философские вот эти диалоги, зачем ты разводишь, я не понимаю. Я спрашиваю тебя, говорю, что ты с Москвой связываешься, они тебе звонят или пишут как-то? Нет? Они мне могут написать только, чтобы отправить меня на фронт, чтобы там убить. Почему? С картинами? Кто тебе картину приобрел? Это же товарищ. Не пишет? Дело в том, что ответ на этот вопрос настолько непростой, потому что для этого нужно обладать... Ну знаешь, инопланетян, я вот купил капли для носа, хотя я сказал, что я, что мне нужно срочно именно спрей, я повторил несколько раз, особенно спрей нужен, спрей. Я понял, что капли для носа используют инопланетяне, у которых вместо носа такие маленькие отросточки, типа червячков, трубочки такие, и они вот так вот этими отросточками всасывают эти капли. Ну, Саша, почему капают? Это же там специальная тупетка, специальная такая сделана. И капля в человеческий нос, когда попадает, она проходит сразу в желудок. Да, Саша. Я вот понял, что инопланетяне, у них строение носа... Инопланетяне. А это такой же ответ на твой вопрос, как и... Ну, аналогичный ответ, вот только немножко измененный. Это просто вот такой наш стиль общения. Ты задаешь вопрос, почему пипетка, почему это используется? Ну, вот так же, как я прихожу, говорю, мне нужен спрей для носа от аллергии. У меня вазамарантованный ренит мучает меня с школьных годов, каждую ночь. И мне дают для инопланетянина пипетку, от которой мне плохо становится, очень плохо. Ну, Саша, ну а как другие люди капают в нос? Так же капают. Это очень... Это, ну, более удобная среда. Вот, собственно, твой ответ, он обо всем и говорит. А как ты предлагаешь капать в нос? Как? Ну, вот твой ответ, он как бы все обо всем и говорит уже. В этом ответе заключено все, что нужно знать, собственно. Тут даже комментарии излишни. Все хотят с меня денег, нету друзей, все просто деньги. Эти девчонки деньги с меня берут. Ты с меня деньги забрала. Ты предлагаешь что, не капать, что ли? А, ты говоришь, ты предлагаешь что, не капать, что ли, да? Очень, очень умно. А как? Очень умный выбор. А как еще по-другому? Все, все, они все хотят только деньги, даже ты. Ну, потому что за деньги все у нас берется. Еда покупается за деньги. Ну, да, хороший ответ. Очень такой философский, очень умный ответ. Ты же так прекрасно понимаешь, что у нас товарные отношения везде. Что, если ты хочешь куда-то поехать, нужны деньги. Если ты хочешь покушать, элементарное, чтобы выжить в этих условиях наших, нужно что? Нужны деньги. Понимаешь? Я не буду говорить о том, что у меня шапки нету вообще. Я без шапки работаю просто. Просто зима, сколько, минус 20 градусов, холод, ветер. Ну, а куда ты делал шапку? Я работаю без шапки. И у меня нет денег, чтобы ее купить, у меня нет. Наша, у тебя шапка была, куда ты дел ее? А, ну, отличный ответ, очень умный ответ. Нет, ну я просто спрашиваю. Мне вообще нравятся твои ответы. Я прям в сердце радуюсь от твоих ответов на вопросы. Ну, точнее, не на вопросы, а на реплики. Ты поругался, что ли, с Сергеем? Ничего. С ним невозможно поругаться, потому что он просто безразличный абсолютно. Ему абсолютно все равно. Он вообще не разговаривает. Он вообще не разговаривает, в принципе, ни о чем. Когда со мной никто не разговаривает, в принципе. Ну, почему никто не разговаривает? Ну, да, интересный вопрос на вопрос. Точнее, вопрос на утверждение. Почему никто не разговаривает? Действительно интересно. Почему никто не разговаривает? Со мной никто не разговаривает вообще в жизни. Ну, почему никто не разговаривает? Интересный вопрос, да. Очень серьезный философский вопрос. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что он очень умен, очень сложен. Я же с тобой разговариваю. Да, ты так разговариваешь. Действительно. Невероятно просто. Очень невероятно. Действительно. Я же с тобой разговариваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok